39, 14, 15 Эти цифры в протоколе больного появляются без помощи клавиатуры и мышки. Программа с элементами искусственного интеллекта вводит их сама. Врачу достаточно лишь произнести нужные слова в гарнитуру. Алтайский край – один из первых регионов Сибири, где внедряют новую технологию. Пока это делают на базе диагностического центра в отделении УЗИ. Благодаря нововведению некоторые доктора начали справляться без медсестер. Часть специалистов уже оценила такой подход. Есть образование, то есть медсестры мы их диктуем полностью. То есть надо полностью продиктовать, какое, хвоструктуру, все, размер. В случае с искусственным интеллектом мы можем назвать одно слово и происходит автозаполнение. То есть мы должны продиктовать только размер образования. По словам врачей, программа вполне удачно справляется с задачами медсестры. Времени на одного больного зачастую ходит столько же, не считая редких технических заминок. Поэтому пока разработка будет бороться с кадровым голодом, средний медицинский персонал сможет сосредоточиться на инвазивных процедурах, где нужно работать руками. Пока есть технические сложности. И пока разработаны не все структурированные протоколы. И поэтому у нас еще 24-й год по плану, если все пойдет хорошо. То есть к концу 24-го года мы 80% врачей должны освободить от медицинских сестер. Сложности связаны с введением программного обеспечения в общую систему диагностического центра. Пока что есть проблемы с правильным распознаванием речи и протоколами. Чтобы выполнить намеченные цели, нужно до конца года сделать 43 шаблона для приема под разные обследования. Сейчас готово только 6. Обновления для программы выходят не реже раза в месяц. А благодаря искусственному интеллекту развитие не останавливается никогда. То есть программа сама учится, когда врач наговаривает. Она видит какие-то закономерности в его речи. То есть она сама распознает. Она сама работает над исправлением ошибок. Сама практически начинает понимать, где ставить запятые, где ставить пробелы. То есть она сама обучаема. Для того, чтобы использовать технологии в других медучреждениях, потребуется специальное оборудование и ПО. Посадить искусственный интеллект на место 10 медсестер обойдется примерно в 400 тысяч рублей. В диагностическом центре уже готовы делиться своими наработками по программе. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.